Михаил затронул наконец-таки тему интересную. Она была еще ранее затронута, там где он про собеседование общался. По вопросам, которые сдавать можно собеседовать, там как раз про халтурку напоминал. Тогда сгорелась эта тема. Вот, и сейчас хочу ответить напрямую на вопрос Михаила. Но к моему моменту, к моменту моего ответа я уже вижу, что много комментариев. Они все такие емкие и люди отвечают, имея разный опыт. Кто-то с одной стороны отвечает, кто-то с другой стороны и так далее. Что хочу здесь сразу заметить. Вот здесь есть явный человек, который пишет, к примеру, что его ругали за изучение языка в обеденное время. Тут как бы по-разному можно рассмотреть ситуацию. Есть люди просто, которые работают от звонка до звонка, еще на себя время забирают рабочие. Это не считаем обиден, там рабочие. Вот, это одно дело. Да, там вообще грех отвлекаться. У тебя есть там каких-то 8 часов еще разорванных обедом и как бы откуда-то там время найти. Вот, но с другой стороны есть работы, где как бы ты выполняешь за первую часть дня всю свою работу, а потом действительно балду гоняешь, как правильно ребята говорят. И здесь есть дальше как бы на два направления расходятся. Некоторые компании, да, могут нагрузить работника и даже после выполнения его задач. А вот бывают просто ситуации, когда ты подходишь к руководству, говоришь, а я все делал, и руководство, просто будучи адекватным, да, оно понимает, что если оно тебя сейчас не озадачит, оно по сути тебе позволит делать фигню всякую. Вот, и оно вынуждено выдумывать что-то, чтобы тебя занять. Может полную фигню дать, и ты вот потом будешь сидеть с этим колупаться. И вот на следующий раз, как бы оба, в том числе и начальник, понимаешь, что просто если ты не подойдешь, как бы и он тебе задачу не поставил, да, и ты понимаешь, что он тебе фигню не поставит, которая даже компания не нужна, да, и как бы ты что-то свое сможешь выполнить, и вроде бы начальник тебе не запрещал, да, но явно не разрешал, то есть в таких условиях. Вот, но другое дело, конечно, что задачи есть, надо просто просить тебе выделить одну из них. Опять же, есть разные работы, ведь можно работать по тикетам, по заявкам фактически приходящим. Если ты их просто разгребаешь, то, как бы, нет заявок, нет работы. Там на что-то другое отвлекаться даже по работе, ну, где-то позволительно, где-то нет, то есть в зависимости от ситуации. Просто где-то нужно реалтайм вниманием, и там что-то еще даже для работы, для компании делать мне вообще не годится. Если тебе сказали, там, внимательно смотреть, каждую минуту проверять, то ты будешь проверять, то ты на свое не отличаешься. Далее, вот еще более опытный человек там писал про сноровку, и то, что если бы не его стремление там что-то изучать, да, то ничего бы этого не было, и он бы тут на канале не сидел. Это в целом, да, и всплывает, скрываются вот такие способности при определенных ситуациях. Грубо говоря, если тебе дали зарплату такую, что ты сидишь и не беспокоишься, просто работаешь, делаешь свое дело, особенно если там у тебя по этой работе специальности очень много в туду-листе задач, как правило, инженерам длинный листочек дают, то ты просто сидишь, ковыряешься, делаешь, делаешь, и не видно конца и края. Ты просто делаешь, работаешь и все. Но может наступить и другой момент, к примеру. Вот прошло пять лет, с того момента, как тебя взяли на работу, ты инженер, честно делаешь свое дело, и, значит, в какой-то момент тебя вот так встряхивают, засыпанную прям берут, приводят в чувство. Вот, и ты осознаешь, что за те пять лет, пока ты работал, твоя ставка возросла в два раза, а ты сидишь на старой. Вот здесь вот происходит резкое переключение. Ты уже все абстрагируешься от работы, тебе как бы над выживанием думать надо, да? Не то, что над выживанием, да? Над справедливостью, вообще над своей зарплатой, над жизнью своей. Вот, тебя, значит, встряхнули, и ты понимаешь, что ты как бы засиделся, честно выполнял свою работу. За эти годы твоя зарплата возросла в два раза, тебе на старом месте платят старую. А тут, конечно, там, на свои обязательства уже посмотришь вторично, и среди рабочего дня, в том числе, и работу начнешь искать. Ну, вот тут как бы Михаил говорил про то, что это, ну, нехорошо так делать, да, и мало кому это понравится. Вот, а в некоторых случаях нужно найти работу, чтобы показать своему текущему руководству, что он стоит дороже, и буквально поставить перед фактом, что вот, там, Семен, Семен, что, ты мне платите столько-то? А вот я нашел столько-то, умноженное на два, и будьте добры, платите мне адекватную рынку цену, или же, там, попрощаемся. Вот, иногда вот до такого надо доходить, и, да, вот, там где-то месяц выпадает, никакой работы не будет толком, потому что не на то вообще силы направлены. Ты справедливость восстанавливаешь, вместо того, чтобы работать. Ну, тут от компании зависит. Кто-то следит, кто-то нет. Вот, в одной из компаний прямо заявляли сотрудницы отдела кадров, что мы индексируем, соответственно, рынок, соответственно. Так-то уже, я думаю, если бы сидел, то не беспокоился по этому вопросу, не отвлекался. Вот, опять же, есть, ну, такие вакансии, работа, где ты занимаешься, к примеру, каким-то делом в консоли. Вот сидишь, копаешься, там, и толком, без вниканий, нельзя понять, что ты делаешь, свою работу или халтурку. И здесь, как бы, с чего все начинается. Вот ты пришел на работу, начал что-то делать, делаешь, 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 потом, хоп, и вендор какую-то, там, фичу новую добавил. И ты просто вскользь работы, или, там, в промежутках, когда, там, вроде бы, все сделал, но есть тема, которую можно изучить, чисто для себя, да и для работы пригодится. Вот просто ею заняться, да? Занял сам. И вот раз изучил, второй раз изучил, и так, хоп-хоп, там, 20% времени уходит уже, типа, на развитие, да, свое. Вроде бы, как бы, и для компании будет полезный опыт. По сути, ты его спрос сам в себя вложил без разрешения, как бы, работодателя, да? Но за счет этого ты уже, как бы, вырос в цене, ты уже что-то новое знаешь, чего не знал на момент принятия предложения о работе, да? А сейчас, как бы, работодатель тебе не доплачивает, и ты уже можешь больше сделать, а порой после лет пяти и сильно больше. Поэтому, как бы, тоже вроде бы честно получается. Если перечитать все по рыночному курсу, так сказать, то тебе просто должен больше платить. Опять же, есть люди, которые вечернее время занимаются, да? Вот в случае хорошие, вечернее время что-то там, или утреннее, до работы, не суть. Там изучил, есть возможность какая-то для компании, ты ее там в рабочую группу свою, и начальнику копию свою. Ну, что бы люди подумали, может быть, использовать эту возможность. И, значит, получаешь такой ответ, что, типа, сынок, иди это, сделай работу лучше свою, ты что, все выполнил? Вот. На самом деле, иногда вот в таких моментах надо и руководство на место поставить. Мол, что ты? Чувак, лезешь в мое дело. Это мое время. Я после работы почитал, выяснил, что это действительно полезная фича. Я вам ее предложил, а вы мне иди, это, картошку копай. Так, будет рабочее время, там покопаю. То есть, есть моменты, когда руководство просто не готово даже что-то слышать, помимо твоих основных обязанностей. И тут ситуация, все сильная ситуация. Это что касается России. И вот как раз там человек писал про зарплату. Позор. Позор российским зарплатам, да? В сравнении с американским. Этот позор вот у нас выливается в том, что иногда по зарплатам такого уровня, что их хватает просто на то, чтобы выжить. А ты понимаешь, что ты инженер. Особенно если ты смотришь только в своем направлении, да? Честно выполняя работу и самоотверженно, так сказать. То ты просто не заметишь, что что-то здесь не так. И вот как раз по этому случаю. Если бы платили адекватно, не было бы вообще созданной ситуации, когда человек может посмотреть в сторону халтуры. Максимум, в сторону чего он может посмотреть, это изучение каких-то новых материалов по данной работе, повышение квалификации, правильно назвать. Это что касается оплаты в достаточном количестве. Но у нас, к сожалению, да. Платят не всегда адекватно. И это в большинстве случаев и является такой отправной точкой. Поэтому халтура, если платят нормально, она как бы не должна появляться в принципе. Тем более, если компания направляет сотрудников на обучение, то и половина того, о чем я сказал, она отпадает. Ты будешь просто работать и выполнять свою работу. И тем более, если это от звонка до звонка, без трехчасовых задержек после работы, то ты будешь радоваться этой работе на протяжении многих лет и лет-десяти лет, тем более, если индексировать зарплату, и все будет замечательно, шоколадно. Но другое дело, если со временем перестают платить адекватно, на образование не отправляют, даже бывают такие случаи, что просишься за свой счет пустить, хочу, к примеру, рабочее время надо, что-то посетить. Вот тебе говорят, нет, сиди и копай. И так на протяжении нескольких лет, да, это же тоже не годится, и рано или поздно этому что-то приходится ставить, этому в противопоставление. Вот, так что, многогранный вопрос, с какой точки зрения, посмотри. Мораль, платите достаточно, не забывайте про то, что человеку надо расти, и он не может стоить всю жизнь одну и ту же цену. Это нормально, что человек рвется и требует изучения. Соответственно, повышайте там, оплачивайте ему, я не знаю, курсы, и будет он себя спокойно чувствовать в этой компании, тем более, если вы его поощряете еще как-то. В общем, проявляйте внимание к сотруднику, следите за тем, и чтобы ему было удобно работать. Где-то отдел кадров прямо работает по этому направлению, интересуется у всех сотрудников, что им не нравится, что они могут сделать, и каждого, в том числе уходящего, спрашивают на эту тему, и в итоге формируют такие условия в компании, что люди просто не хотят оттуда уходить, вплоть до конца жизни конторы работают, пока не поменяется политика компании в этом плане, и не начнут все развалить. Собственно, вот это все, что я хотел сказать. Тут можно еще очень много говорить-говорить. У каждого ситуация своя. Вообще, сторон мне дали у этого вопроса много. Так что, так что, халтура? Ну, есть халтура. Хорошая компания, нет халтуры. Ну, как-то так. Спасибо за внимание, хорошего дня. Халтура. Халтура. Антон. waiting.